Самовары с битоникем, самовары кухни, кофейники и даже дорожные самовары можно увидеть в эти дни в историко-краеведческом музее Уральска. Здесь проходит выставка утварь из частной коллекции Аслан Муханова. О династиях самоварных фабрикантов 18-19 веков расскажет батогос Базарбаева. В коллекции Аслана Муханова 274 самовара. Среди раритетных экземпляров знаменитые самовары тульских мастеров изделий московских и варшавских фабрик. Сделанные из латуни, меди, покрытые серебром, никелем, украшенные вставками из дерева, кости, они по праву занимали статус главы стола. Без них не обходилось ни одно застолье. Я себе домой приобрел один самовар, потом купил второй самовар, увидел там на их гербах, на корпусе монеты, медальончики. Начал их читать, увлекаться, откуда, кто производитель, для чего и этих медальончиков давали производители самовара в фабрике. И вот затянуло как-то так. Настоящее чаепитие с самоваром позволяет посетителям окунуться в быт двухвековой давности. Вспоминаются задушевные беседы с бабушкой у чайного стола, рассказывают горожане. Очень много интересных, уникальных просто. 18-19 век, и просто удивляешься, какие мастера были, и сколько, казалось бы, ну, самовар, что с ним может самовар, и сколько разных форм, сколько разных интересных придумок, просто произведения искусства. Изделия фабрик Петса, Макарова, Воронцова, Баташовых – главное украшение экспозиции. Есть и самовары без клейма, их делали в кустарных мастерских. Изучая давние традиции, попутно увлекся и столовыми приборами, рассказывает коллекционер. Для себя интересно, вот, например, здесь, в то время, как шипцы сахар как разбивали, пластелу как резали, орехи как кололи, как хранили чай. Это и целая история, которую можно очень долго рассказывать. Бутагоз Базарбаева, Балат Шарлгасов, Уральск, Хабар, 24.